МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другой. Сегодня мы будем говорить о фильме, который вы сняли, о документальном. Вот расскажите, как возникла такая идея? Ну, идея, она, в принципе, витала в воздухе, потому что это наша молодость, она примерно пришлась вот на те годы, о которых мы рассказываем в фильме. Мы слушали тогда такую музыку, продолжаем сейчас ее слушать, и возникла вот такая идея немножко вспомнить свою молодость, рассказать о том, как это было тогда, ну, и, может быть, чтобы другим людям было тоже интересно это посмотреть, потому что я, например, не слышал даже ни об одном похожем проекте, по крайней мере, в Рязани точно, где бы раскрывалась тема музыкальной сцены вот тех лет. Ну, мне просто было интересно проанализировать вот это все с высоты как бы прожитых лет, и прошло больше 20 лет уже с тех пор. Но ведь фильм не просто о музыкантах, фильм о металлистах конца 80-х, начала 90-х. То есть это все равно какая-то отдельная, да, субкультура, можно так сказать? Да, это отдельная субкультура, она как раз развиваться начала в это время и трансформировалась, и, в принципе, вот современные субкультуры, которые сейчас существуют, ну, разнообразные, не будем называть, они по большому счету вышли как раз вот из тех людей, из той субкультуры, которая родилась на рубеже 80-х-90-х. То есть это дало какой-то толчок, и немножко вообще вот это вот движение популяризировало, может быть, и в полный голос заявило о том, что есть вот такие вот представители, увлекающиеся. Что из себя конкретно представляет этот фильм, то есть что за люди? Фильм представляет собой подборку архивных материалов и интервью с участниками, создателями музыкальных групп, которые играли на рязанской металлической сцене в те годы, и с людьми, которые были вот в этой субкультуре в Арилисты, с представителями, с металистами. То есть люди, которые слушали эту музыку, с одной стороны, сцены, из зала, и люди, которые играли эту музыку, то есть со сцен в зал. Как бы взгляд вот этих вот людей на то, что было раньше, то, что сейчас, некий анализ с прошедшим временем, они уже по-другому немножко смотрят и на те годы, и на свой какой-то, на свое участие в этом всем. Ну, интересно послушать. Люди рассказывают и о сегодняшнем времени, рассказывают о том, чем они занимаются сейчас, как их творческий путь сложился. То есть многие, большинство из наших участников фильма до сих пор находятся. в теме музыки, они продолжают этим заниматься. Ну, в общем, по большому счету фильм о том, что если ты занимаешься своим любимым делом и чем-то увлекаешься, то, наверное, нужно не бросать это, ну, любить и оставаться верным себе. Вот, Виталий, вы один из героев фильма. Что за группа у вас была в те годы? И какие еще, наверное, ваши товарищи принимали участие в съемках? Ну, группа наша называлась «Септик Шиза». А, ну, все группы тех лет, это «Крэг», к сожалению, многие не вошли, как «Морбид Хэт», замечательная команда, вот мы вспоминали. Группа «Вахта» и «Инвазия» была группа. Ну, как бы старались охватить всех участников тех лет этого движения. Как они вас приняли? Все приняли ваше предложение с удовольствием или, наоборот, были те, которые, может быть, хотели тот период времени оставить в прошлом? Ну, я думаю, все с удовольствием. Люди же откликнули, значит, как бы их зацепило, им это, значит, тоже нужно. Угу. Так, а что у вас с названием? Название сейчас обсуждается. То есть у нас, конечно, есть, безусловно, рабочее название проекта, но озвучивать мы его не будем. Секрет? Да, это секрет. Вот, потому что оно очень неоднозначное такое, и кто-то воспринимает его с интересом, а кто-то, наоборот, говорит, что оно не отражает реалий. Вот, но сейчас мы в социальных сетях проводим конкурс на лучшее предложение с названием. Вот, и, естественно, обещаем тому, кто предложит наиболее интересное название, вот, обещаем определенные призы, которые тоже держатся в секрете. Кто принимал участие в съемках? Я так понимаю, съемочная группа состоит из вас троих. Да, она перед нами. Я права. Она перед нами. Так, а актеры? Понятно, что это Виталий. Участник. Один из участников, да. Кто еще? Ну, в принципе, все люди, которые были в составе коллективов, о которых мы рассказываем в фильме, то есть это группа «Инвазия», «Септикшиза», «Крэг», «Вахта», «Левый фронт», «Опалин дисгаст», еще такая группа есть. Есть некоторые люди из этих команд, которые по ряду причин не смогли принять участие в фильме, но большая часть состава нам так или иначе дало интервью, плюс это люди, которые варились в этой тусовке с самого начала, с середины, с начала 80-х, то есть уже такие старые металлисты, скажем так, сейчас этим людям уже за 40, они тоже, они не играли в группах, но они активно слушали такую музыку и продвигали ее в массы, перезаписывали, обменивались кассетами какой-то информацией, то есть расширяли поле вот этой вот воздействия вот этого всего. Они об этом тоже в фильме рассказывают, то есть как это было с точки зрения вот фанатов музыки, то есть не музыкантов, а любителей. То есть, по сути, я к чему спрашиваю, актеров со стороны вы не привлекали, то есть у вас, по сути, все люди играют себя самих. Конечно, это документальный фильм, естественно, это каждая персональ, это тот, кем он был тогда и кто он есть сейчас, то есть никаких задействованных актеров, никаких инсценировок, как на НТВ, вот все... Я вот к этому, думаю, не проигрывали ли вы какие-то ситуации? Нет, у нас достаточно большое количество архивных материалов, причем такое большое количество архивных материалов, мы, наверное, и что самое главное, это даже не все материалы, которые есть в Рязани. Мы собрали очень много материалов, и их вполне достаточно, чтобы проиллюстрировать те события. Вот поэтому НТВ-стайла у нас нет. А трудоемка ли такая работа, вот та идея, которую вы зарождали и планировали, чтобы она реализовалась, с самого начала, она в итоге вся воплотилась или, может быть, пересмотрели? Она эволюционировала очень сильно. Изначально задумка была вообще снять про историю рязанского рок-движения, начиная вот с конца 80-х и по настоящее время. Вот, и когда мы начали вникать, ну, это вообще наш первый серьезный документальный проект. И когда мы начали погружаться в материал, мы поняли, что мы просто закопаемся в этом и будем снимать лет 10, как минимум. А за это время, за это время подрастут новые группы, появится новый материал, и мы просто станем заложниками, вот, как бы, этой идеи. Поэтому все очень сильно трансформировалось, и мы сократили промежуток с, в общем-то, вот такого большого до того, который, скажем так, касался именно вот прорывного момента. То есть, когда произошла вот эта самая музыкальная революция, когда появилась возможность у людей слушать именно ту музыку, которую они слушают сейчас, именно благодаря тем людям, которые вот взорвали эту рязанскую сцену металлическую в те годы. То есть, из глобального смысла вы так потихоньку... Мы, наверное, пришли к еще более глобальному. То есть, мы показали этап революции. Все остальное, это уже шло как продолжение. То есть, это уже все, прорыв был в 94-м году, массовый прорыв. То есть, революция свершилась, остальное уже идет постреволюционный период. Вероятно, мы к нему вернемся. Но она больше в головах у людей как бы свершилась. Ну, само собой. Так, Андрей, ну вы автор сценария, вы на что ориентировались при написании? Хотели, как бы, создать четкую хронологию или показать, может быть, те же самые группы, но с другой стороны? На самом деле, как бы, наверное, показать группы с другой стороны не хотелось по одной простой причине, что эти группы, они на какое-то время были преданы забвению. Вот, потому что многие, вот именно нашего возраста, многие их помнили, но молодежь, которая сейчас, в общем-то, увлекается рок-музыкой, тяжелой музыкой, большинство из них этих групп просто не знали. И хотелось, во-первых, донести до молодых, вот, как бы, историю того, почему они сейчас вот именно слушают, почему они играют, да? Потому что были такие люди, которые, собственно, ну, сумели развить стили, вот, на основе которых сейчас вся рязанская рок-музыка и существует. Вот, было желание, опять же, да, там, в какой-то мере показать тот период времени таким, каким он реально был. Потому что сейчас это все обросло какими-то слухами, домыслами, там, прочими вещами. В общем-то, хотелось рассказать правдивую историю о том, что было. Вот. Ну и немножко такой маленькая-маленькая нотка ностальгии. Вот. Но она не являлась главной при написании сценария. Ну, когда премьера документального фильма, как его можно будет посмотреть простому зрителю? Где он едет? Премьера, мы сейчас прорабатываем этот момент. Хотим сперва сделать премьеру офлайн, то есть, некий показ, возможно, в кафе, в клубе, где-то еще. Мы сейчас общаемся с людьми на эту тему. Соответственно, это будет некая презентация, куда люди смогут прийти на большом экране это все посмотреть. Возможно, даже с какими-то, с выступлением каких-то коллективов. Мы пока не знаем, мы пока вот это все просчитываем. Потом, соответственно, после вот этой вот офлайн-презентации фильм будет доступен в интернете, его люди смогут найти, я думаю, и на YouTube, и на торрентах, где-то еще там. Так, также, Максим, знаю, что вы закончили вторую серию сериала Натали «Блютуз Фэмили». Отличается ли она от первой? Как сильно, может быть, она выросла в профессиональном плане? Ну, она отличается от первой, у нас в ней стало больше музыки, еще больше музыки. Почему-то вот так получилось, что у нас хронометр «Раш» вырос, то есть если первая серия у нас была 20 минут, то вторую мы наснимали, я уже потом, когда посмотрел, там получилось чуть ли не 35 минут на вторую серию. Ну, пришлось ее уже до нормальных, конечно, рамок сократить. Вот, ну, в принципе, серия сейчас готова, мы дорабатываем звук, но увидят ее люди немножко попозже. То есть я думаю, что, наверное, не будет вот такой вот отдельной презентации, как у нас было с первой серией, то есть когда мы заявили вообще, что вот такой сериал делаем. Возможно, будет некий показ, когда будет уже третья серия готова, потому что мы сейчас работаем и на третьей, и на четвертой серии параллельно, у нас есть уже и сценарная заявка, у нас уже что-то там расписано. Я думаю, в ближайшее время мы, наверное, этим займемся. Вот. Но вторую серию люди увидят, наверное, вместе уже с какой-нибудь третьей. Но сейчас показать, наверное, в планах первым делом стоит документальный фильм. Да, сейчас мы хотим закончить документальный фильм, потому что мы работаем над ним уже больше года. У нас первый съемочный день, насколько я помню, был 8 февраля 2013. То есть уже прошло времени прилично. Я думаю, что фильм вот этот вот наш документальный где-то к концу апреля будет готов. Будет презентация, потом мы его выложим в сеть. Ну, об этом, естественно, как бы все смогут узнать из нашего паблика, из новостей. Так, ну вообще документальное кино – это такая серьезная работа. У вас что в планах? Продолжать ли работать в этом направлении? Или вы хотите себя попробовать в чем-то еще? Может быть, мы будете мультики делать, анимационные. Почему бы и нет? Ну, наверное, каждый за себя сам о своих ближайших планах расскажет, потому что у нас есть и совместные какие-то задумки, и лично у каждого есть свои наработки. Ну, я могу сказать, что сейчас мы закончим вот этот фильм. Сериал у нас есть. А по поводу каких-то новых проектов, которые еще не запущены, я думаю, что какой-то еще документальный фильм будет как минимум один, потому что мысленно этот счет есть. Тоже он будет музыкальный, но это будет некое такое road movie, наверное. Посмотрим. Я пока не буду вдаваться в подобности. Есть задумки. Бля, открывать завесу. Я потом все расскажу. Так, Андрей, Виталий, а у вас как? Ну, пока вот сериал «Натали Блютус Фэмили» в ближайшие планы. Ну, у меня в ближайших планах, наверное, если получится до конца марта выпустить документальный фильм, но это уже пошло по накатанной, документальный фильм о поездке в Мексику в этом году. То есть у нас такой road movie достаточно интересный получился. Много всего было интересного. Ну, собственно, где-то, наверное, к концу марта, начало апреля планируем выпустить фильм про Мексику. Следующим этапом это будет фильм про Камбоджу, тоже про поездку, и потом про Таиланд. Ну, а дальше как-то подумаем. Есть еще некоторые мысли насчет игрового кино, но эти проекты, они пока в стадии такой предварительной подготовки, поэтому, наверное, рано еще о них рассказывать. Ну, я смотрю, прям вы все к документальному кино прониклись, оно вас зацепило. Ну, мы пробуем всякое, мы какие-то игровые фильмы пробуем снимать, и сериалы, и документальное кино, ну, как бы ищем, пробуем новое. Ну, спасибо вам большое. Что ж, я вам желаю, на самом деле, плодотворной работы, чтобы все у вас получилось. Ну, зрителям приятного просмотра от всех ваших трудов, которые вы им дарите. Спасибо. Спасибо. Для зрителей напомню, что сегодня гостями утренней программы стали Максим Полтавченко, Виталий Усачев и Андрей Семизаров. Съемочная группа документального фильма о рязанской рок-музыке конца 80-х, начала 90-х годов.